МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! В блюде, которое я сейчас покажу, сочетаются два продукта. Один, который вы готовите и едите везде и всегда, и уже не знаете, что бы новенького с ним придумать. А второй вы не готовите почти никогда, потому что не знаете, как. Первый – это курица, а второй – это репка. Готовим курицу с репкой. Репка – это истинно русский овощ. Мы все любим репку. Посмотрите, как она красивая. Что делают с репкой обычно? Чистят ее, натирают на терке, заправляют сметанкой, кладут чеснок или маслица, еще что-то едят. А вот чтобы ее приготовить по-другому в качестве гарнира, никто особо не додумывается. Сейчас покажу, как ее приготовить суперкруто. Забираем курочку. Опа! У этого холодильника есть специальное устройство, которое насыщает воздух озоном. И с ним продукты остаются более свежими. Вот у меня 10 больших куриных окорочков. Будет 10 порций. Видите, сочные такие. Вот это у них получается бедро, а вот это – голень. Я считаю, что вот целый окорочок – это идеальная порция. Даже для суперголодного человека этого достаточно. Теперь смотрите, супермаринад. Интересный, стильный, крутой. Кладем раз, окорочок, два. Ингредиент номер один – это сахар. У меня тростниковый. Я выбрал специально тростниковый, потому что курочка наша будет, знаете, легким карамельным привкусом. Дальше – винный уксус. Можете взять яблочный или лимонный сок. Теперь нужна что? Что? Правильно, соль. Это соевый соус. Соевый соус очень соленый. Видите, как сразу курица меняется? С соей всегда получается необычный вкус. Затем пикантность в виде свежемолотого перчика. Еще один важный ингредиент – чеснок. Выдавливаем курочки и перемешиваем. Видите, какая она сразу у нас нарядненькая становится? Соевый соус, он на самом деле очень мощный. Моментально передает свой вкус продукту. Поэтому в таком виде долго мариновать курицу не надо. Можно отставить ее буквально на 10 минут. И все. А потом отправить выпекать. Но из этого маринада я кое-что потом еще интересное приготовлю. Смотрите внимательно. Смазываем два противня растительным маслом. Раз окорочок. Два окорочок. И на следующий противень также выкладываем. Теперь эту курицу отправляем в духовку. Температура 180 градусов. А вот теперь гарнир. Так как мы готовим на 10 человек, мне нужно две большие сковородки. Репку будем жарить. Репку обычно очищают от шкурки. Но мало кто знает, что шкурка у нее мягкая. И иногда можно как картошку готовить, так сказать, в мундире. Главное ее перед этим хорошенько помыть. Вот эту попочку слегка вот так отрезаю с одной стороны и вот с другой. А затем репку нарезать вот такими сегментами. Кусочек большой, но в то же время тоненький. И вот он будет готовиться. В самом центре останется еще недоготовленный. Это фишка этой нарезки. В России привыкли, что овощ должен быть супермягкий. А приходишь к европейскому шеф-повару, и у тебя всегда овощи чуть-чуть хрустят. И ты понимаешь, что круто. У тебя консистенцию ты чувствуешь. Что и витамины там какие-то остались. Потому что не до конца их доготовили и в пюре не превратили. Отправляем репку на сковородку. Как ее нужно жарить правильно? Самый минимальный нагрев с постоянным помешиванием. Смотрите, как блестеть начало. Просто золотистая ты моя. Репка уникальный овощ. Когда картошки на Руси не было, репка была овощ номер один. А вот теперь еще одна крутая штука. Помните, у меня вот маринад остался? Вот он. Из этого я сделаю глазировку, которой покрою наши окорочка сверху. Выливаю в сотенчик. И теперь поставлю вот эту глазурь выпариваться. Сейчас она начнет кипеть, влага лишняя начнет испаряться, и она будет становиться гуще и гуще. Чтобы репка не сгорала, добавляйте туда небольшое количество жидкости. И капельку сюда. Видите, сразу пар. Он начинает ее готовить, а вода испаряется. Тем самым она уже не жарится, а тушится. Когда репка уже более-менее дошла, берем из одной сковородки в другую, так пересыпаем. Сок, который образовался под курицей в процессе запекания, сливаем в кастрюлю с глейзом. Тем самым у вас курица будет не тушиться, а дальше запекаться. А сок мы выпарим. Уже и глейз загустел. Он сладкий, соленый, кислый. Короче, супер крутой. Заглазируем нашу репку. Смотри, что происходит. Смотри, золотистая, вкусная, яркая. Все, ребята, репка готова. Глейзом смазываем куриные окорочка. Вау-вау-вау, поглядите, что творится. Видите, если будет глазировка слишком жидкая, то она просто стечет. А так она просто остается корочкой в этом фишка. Сексик-курочка, а? Запекаем еще пять минут. Достаем курочку, она готова. Яркий, красивый, окорочка курильный. Только посмотрите на них. Ай-яй-яй-яй-яй. И рядом наш супер-классный гарнир. Смотри, как рвется кожица. Надо обязательно с ней пробовать. Сразу такой взрыв вкуса. Ну, что на кожице вся вот эта концентрация моего глейза. А потом нежная, сочная курочка. Перерепка пошла. Такая мягенькая. Ну, слышите, так чуть-чуть хрустит. Когда ешь этот овощ, понимаешь, что польза прямо идет в тебя. Ну что, 10 крутых полноценных порций. Перед вами абсолютно новый холодильник от Hot Point. Уникальная технология Active Oxygen. Препятствует размножению вирусов и бактерий до 97%. А для хранения овощей и фруктов есть специальный отсек с регулировкой уровня влажности. Для курицы с репкой в сладкой глазури возьмите куриные окорочка, репу, чеснок, тростниковый сахар, соевый соус, винный уксус и подсолнечное масло. 70 рублей порция курочки с репой в сладкой глазури. Когда вы последний раз ели макароны, дайте угадаю. Совсем недавно. Может, они были вкусные, а может, так себе. Это не важно. Самые вкусные макароны будут сейчас. Смотрите, запоминайте, приготовите так же, как я и кайфанете по полной. Спагетти в сливочном соусе с копченым лососям. И всего за 6 минут. Потребуется очищенная питьевая вода. Наливаю в чайник и ставлю кипятиться. Я всегда так делаю. Так будет быстрее. Рубрика «Без монтажа». Таймер 6 минут. Запускай. Поехали, ребята. Делаем самые вкусные спагетти. Самые вкусные макароны итальянские. Вы знаете, я решил с вами поделиться этим секретом, этим рецептом, потому что это хит. Вот эта паста, ну, макароны в этом соусе в моем ресторане были просто хитом. А потом гости просили, чтобы еще, еще, еще. Всегда мы их делали, и они были в меню. Смотрите, просто я выбрал тонкие спагетти. Они быстро варятся, поэтому окунаем их в водичку кипящую. Видите, в чайничке вскипятил, и все, все быстро готовится у меня. Все, таким спагетти нужно примерно 4-5 минут. Пока они сварятся, в этот момент делаю соус, и все будет четко. Откладываю в сторонку. А теперь смотрите, будет бомба. Для начала, значит, мне нужен брокколи. Чтобы было полезно и вкусно, отрезаю несколько соцветий и нарезаю их вот такими тоненькими кусочками. Будем готовить вместе с брокколи. Это вкусная итальянская паста со сливочным соусом. Еще, знаете, вот этот копченый лососик, он такой вкус дает обалденный. Получается, что просто фантастическая паста. Так, нарезаем вот такими тоненькими кусочками. Хоп, все. И вот здесь вот варятся спагетти, не забудьте их туда окунать. Солить не надо, потому что соус подсолим, плюс сам лосось у нас солоноватый. Поэтому тут главное не переборщить. Следующий ингредиент – лук-шалот. Он очень вкусный, он очень деликатный. Его для пасты использовать лучше всего. Поэтому нарезаю его тоненько. Если репчатый, слишком грубо, конечно. А лук-шалот, он более такого деликатного вкуса. И для рыбы, морепродуктов он больше подходит. Шеф-повара, иностранцы его любят больше всего. Ну и для этой пасты он тоже идеально подойдет. Так, нарезаем соломочкой, точнее мелким кубиком. Включаем нагрев. Вот так вот. Готовим итальянскую пасту. Конечно же, на оливковом масле. Немножко оливкового масла. Да как немножко? Нормально. Что там жалеть-то? Отправляем туда лучок-шалот. Его сейчас тихонечко начнем жарить. Давай, добавим огня. Делаем две порции пасты. Типа талия, романтика, чтобы все макарошки мели и радовались. Вот, помешиваем, не забываем. Вот так вот. Все, пускай варятся спагетти. Отлично. Смотрите, как только лучок начинает шипеть, отправляем туда брокколи. Вот так вот. Хоп. Сейчас брокколи начнет обжариваться, становится мягкой. В общем, соус, потом добавлю вино и так далее. В общем, брокколи будут готовы. Так, следующий ингредиент, обратите внимание, это лосось горячего копчения, точнее, холодного копчения. Можно горячего использовать, но вот видите, он вкусно пахнет. Вот такой ароматный классный кусочек. Мне он необходим. Нарезаем его крупными кусочками, вот такими вот. Ну, как думаете, достаточно? Наверное, еще чуть-чуть добавлю. Вот так вот. Все. Именно этот лосось даст подкопченный вкус и сделает нашу пасту очень вкусной. Та-та-ра-та-та-ра-та-ра-та-ра. Смотри, как жарится у нас все. Лук-шалотик жарится с брокколи. Вот так вот все у нас красиво и четко. Так и должно быть. Сейчас брокколи становится мягким. Уберем пока. Порядочек наведем. Это сюда, это сюда, это сюда. Так, как только обжалили брокколи, самое время добавить истинно любимый итальянцами продукт. Да что итальянцами? Всеми. Это белое сухое вино. Оно для соуса просто идеально. Буквально чуть-чуть. Нам нужна такая легкая кислинка. Смотрите, вливаем. Вино начинает кипеть. Алкоголь улетучивается. Остается только элитное. Вот это приятная винная кислинка. Все, как только вино испарилось, вливаем туда сливки. Можно взять жирности любой, но если пожирнее, будет вкуснее. Но как бы меньше 22% не берите. Берите все-таки такие, знаете, 22 и выше. 33 вообще идеально будет. После того, как залили сливки, смотрите, они сразу закипают, все становится мягенькое, такое нежное и сразу начинает густеть. Вот, видите, это наша база, основа. Это наш соус. Вот, теперь можно убавить нагрев. И все. И знаете, этот соус можно сделать немножко вот как бы заранее. То есть сделали ее и ждете, пока макароны варятся. Вот, если вдруг, у вас, скорее всего, так произойдет, когда, видите, сливки такие вот жирные, они начинают быстро густеть, как делают итальянцы? Берут вот эту водичку, в которой варятся макароны, и добавляют туда. И, видите, снова правильная, хорошая консистенция. Короче, вот этой водичкой можно балансировать консистенцию. Всегда так делают. Все. Когда у нас соус закипает, брокколи становятся мягенькие, сливочки такие сладкие. Можно даже попробовать. Такая легкая кислинка от вина. Как бы все около дела там. Но кое-чего не хватает. Маленькой щепотки соли. Хоп. Чуть-чуть свежемолотого перчика. И, внимание, вот дальше готовить не надо практически. Мы берем, добавляем туда кусочки лосося. И вот с кусочками лосося мы уже эту пасту не кипятим. То есть слегка нагрели, перемешиваем. Рыба должна как бы сохранить свою целостность. То есть не перевариться в кашу, а ставить вот свои прям полноценные вот такие вот кусочки и отдать свой вкус и аромат. Ну что, перекладываем спагетти. Вот так вот. Они уже сварились. Вот так вот примерно перемешиваем. Смотрите, какая вкуснятина. Фишка этого соуса, что этот соус сразу покрывает спагетти. И ничего больше с ним делать не надо. То есть не надо его долго в соусе возюкать, потому что он густой и красивый. Все, выкладываем. Сюда чуть-чуть. Вот так вот, сюда чуть-чуть. А сверху лосось с брокколи. Вот так вот, ребята, поверьте, это супервкусная паста. Смотрите, две здоровенные порции. Все, друзья, я готов. Осталось потереть немного сыра. Вот так вот. Паста готова. Вот они, смотрите, какая она. Красивая тарелочка, мягкий брокколи, слабосоленый лосось, сливочный соус, сыр. Все как надо. Знаете, такая кислинка? В то же время нежность из-за сливок. И вот этот вот лосось копченый, который не переготовлено, вот только слегка отдал свой аромат. Для спагетти в сливочном соусе с лососем нужны спагетти, копченый лосось, сливки, брокколи, лук-шалот, белое сухое вино, твердый сыр и оливковое масло. Порция пасты 98 рублей. Рубрика «Картошка». Простые до безумия, вкусные до умопомрачения, картофельные сырники в сырной корочке. Смотрите внимательно. Ингредиенты все простые, но это что-то реально новенькое. Знаете, это свежий взгляд на старые ингредиенты. Вам точно понравится. Погнали. Картошку нужно почистить, отварить, остудить. Если она у вас будет не тепленькая, а холодная, то будет лучше. Картофельная масса будет плотнее, будет удобнее готовить. Картофель отправляем в миску. Затем берем толокушечку и мнем. Из картошки нужно сделать пюре. Я же назвал это картофельные сырники, но это, честно говоря, больше такие, знаете, медальоны из картошки, чем сырники, потому что картофеля здесь больше, чем творога. Дальше прямо туда отправляют творог. Главное, чтобы он был зернистый. Мне нравится, вот как у зернышки будут выглядеть. И теперь все вместе перетираем. Сейчас добавляем немного свежей зелени. У меня здесь петрушка, кинза и зеленый лук. Вот такая вот она, сезонная. И я ее очень люблю. Мелко рубим петрушку и кинзу. Теперь немного зеленого лучка рубим меленько, маленькими колечками. Ой, вообще зеленый лучок, кстати, если его меленько нарезать, сметанкой заправить. А, и сольки туда щепотку. Как это вкусно вообще. Давайте сделаем такой соус к этому блюду. Несколько щепоток соли и все это еще раз перемешиваем. Обычно, когда вы делаете сырники, туда добавляют яйцо, муку или манку. Но вот в эту массу не надо добавлять ни муку, ни яйцо, ничего. Здесь всю плотность контролирует наша остывшая, хорошая картошка. То есть это, можно сказать, вообще безглютеновое блюдо. Кстати, да. Помимо того, что и так все это интересное и стильное, я сделаю еще к этому панировочку. А панировку я буду делать из твердого сыра. Если у вас есть обыкновенный сыр, вы можете его открыть и оставить в холодильнике. Он у вас подсохнет и станет плотненький. Натираем сыр на мелкой терке. Рекомендую натирать такими короткими движениями. Тогда, видите, у вас вот эта вот штучка, которая здесь стружка образуется, будет лучше панироваться. Представляете, они будут нежные внутри. Картошечка, творог, зелень и с сырной корочкой снаружи. А, сечете, о чем я? Готовим сырники. Начинаем формировать наши картофельные сырники. Берем вот так вот рукой небольшой шарик, формуем. Знаете, какой красивый шарик. Ну, круто же выглядит. Ну, все эти ингредиенты мы очень любим. Супер шарики. Ай, пахнет здорово. Затем вот так вот его слегка прессуем. Рекомендую делать не очень высокие, иначе будут долго прожариваться. Теперь окунаем вот так вот сыр с одной стороны, с другой стороны. Бывают сырники, когда их жарите, они там распадаются, прилипают, формовать неудобно. Вот с этой картофельной творожной массой все просто. Она реально эластичная, как пластилин. К рукам не прилипает, форму держит. Аккуратненько отправляем на маслице. Раз. Рекомендую их сразу не трогать. Дайте им время. Сыр начинает быстро плавиться. Он такой тянется, прилипает и так далее. Если вы оставите их в покое, сыр, он прямо начнет как бы испаряться и станет плотный. А потом можно его легко перевернуть и готовить со всех сторон. Так. Посмотрим. Переворачиваем. Вот она, видите, корочка. Такая сырная, запеченная. Также на другой стороне жарим потихоньку. Ну а пока займемся супер соусом. Смотрите, берем сметанку. Опа. На самом деле, здесь лучше соусом особо не выдумывать. Просто старая родная сметанка с зеленым лучком. Рубим меленько. Лучок. Оп. Замешиваем соус. О, а я же соли хотел щепоточку. Так, смотри, соус готов. Зеленый лук со сметанкой и солью. Вау-вау-вау. О, смотри, какая котлеточка красивая. Так, это готово, это готово. А, раз. Два. Дожариваем остальные сырнички. Ну вы посмотрите на этот шедевр. Это новый взгляд на наши любимые ингредиенты. Тарелочку вот так берем. Оп. Сметанку. Хрусток по первой идет. А потом чш-чш-чш. Нежно, вкусно и прям такое родное. Вообще, владя руку на душу, считаю, что этот рецепт просто крутой, вкусный и очень полезный. Пользуйтесь на здоровье. Для картофельных сырников в сырной корочке возьмите картошку, творог, зеленый лук, петрушку, кинзу, сыр, сметану и подсолнечное масло. Порция картофельных сырничков 62 рубля. Дачники и дачницы следующий рецепт для вас. Когда грядки прополоты, огурцы политы, дневная жара спадает и на веранде собираются гости, самое время разводить мангал и готовить вкусную еду на огне. Сегодня будет шашлык из свинины. Сочный, вкусный, безупречный. Все покажу и расскажу сразу после рекламы. Не переключайтесь. Просто кухня на даче. Шашлык любят все и каждый из шашлычных дел мастер. Делюсь с вами своим фирменным рецептом свиного шашлыка. От сердца отрываю. Я чемпион по свиному шашлыку. Вы сейчас просто расслабьтесь и доверьтесь. Получится такой свиной шашлык, что вы с ума сойдете. Супер нежный, обалденный. Шашлык свиной вроде как бы типа классика, мог бы Санька что-нибудь поинтереснее нам показать, а вот нет, ребята, нет. Приготовить правильный свиной шашлык это, блин, особое мастерство и не все умеют это делать. Начнем с маринада. Кто как только не маринует, добавляют много кислоты, кто-то уксус там, киви, свежие помидоры. Это все, конечно, круто, но есть старый добрый проверенный способ. Внимание, это репчатый лук, его должно быть много. Это основа маринада. Лук нужно нарезать толстой соломкой. Знаете, очень часто пробуют шашлык у кого-нибудь и он кислый. Ты думаешь, что кислый? Что туда? Уксусы налили, что ли? Лимона белого цвета сгоревшего и все считают, что вот кислота сейчас сделает мясо мягким. Нифига подобного, ребята. Мясо мягким делает не кислота. Мясо мягким делает репчатый лук. Он добавляет мясу сладость и плюс в луке содержится такая вот кислота и особый сок, который отлично размещает мясо. Нам нужно из него отжать сок, поэтому я в лук добавляю соль и рукой начинаю его жмякать. Вот этот сок и будет мариновать наше мясо, именно поэтому я добавил туда так много лука. Кто-то просто нарезал лучка, закинулся, свинину перемешал, тоже хорошо, но недостаточно. Лучше отжать, нам нужно луковый сок получить. А вот теперь еще один важный ингредиент. Это петрушка. У петрушки есть сок и он дает невероятный вкус. Так крупненько мы нарезаем, включая ветки. И теперь добавляем петрушечку. Жмякаем теперь все вместе. А теперь еще один маленький нюансик. Это паприка. Благодаря паприке цвет шашлычка будет более ароматный и аппетитный. И перемешиваем. Все, вот он маринад. Так, а вот теперь мясо. Я рекомендую, вот чтобы 100% получилось сочно и вкусно, использовать свиную шейку, потому что у свиной шейки идеальный баланс жира и мяса. Нарезаем. Крытые куски должны быть, тогда он поджарится как следует, мягкий станет, внутри сочный останется. И надо делать непонятные треугольники, неровные, чтобы у вас кусочки где-то свисали. Пускай они будут все более-менее вот такого размера. А теперь свиной шашлык отправляем в маринад. Перемешиваем. Аромат какой, вот все, ничего больше не надо. То, что не надо здесь у нас, круто. Вот в таком маринаде нужно, чтобы свинина полежала ну минимум часов 6, а лучше вообще на ночь. Сейчас покажу маленький лайфхак, как немножко ускорить процесс, если вдруг недостаточно времени. Например, в обед едете на природу, а с утра быстро маринуете шашлык. Для этого на помощь приходит газировочка. Если маринуете заранее, газировочка не нужна, и так все будет хорошо. А если маринуете времени мало, добавьте чуть-чуть. Газики поднимутся и быстро промаринуют свининку. Газированная вода. Чуть-чуть наливайте. Быстренько перемешиваем. И теперь у нас прямо больше сока, больше маринада. Но я, парень, продуманный, продуманный, поэтому мы же не будем ждать, пока этот шашлык замаринуется. Не будем. Завтра его пожарим. Конечно же, у меня есть уже заранее замаринованный. Абсолютно по такому же рецепту. Нанизываем. В центре мангала больше жара, поэтому старайтесь самые крупные куски нанизывать на центр шампурика. Опа, и пошел кусочек. Видите, кусочек длинный, да? Соответственно, нужно его не так вот протыкать, а по длине. Отправляем шашлык на мангал. И начинаем жарить. Есть ошибка. Кто-то сразу начинает крутеть, вертеть, и у вас как бы получается, что ваш шашлык даже не запечется. А надо, чтобы был цвет, чтобы корочка была. На какое-то время про шашлык забыли. Нам нужно его подпечь. Посмотрите, что происходит снизу. Корочка образовывается. В этот момент можно шашлычок перевернуть. Раньше нельзя. Бывают кусочки очень жирные. Жир попадает на угли. Когда угли раскаленные, может быть пожар. А когда пожар, его надо тушить. Берете бутылочку воды, вот она пробочка, берете ножичком так, чик, дырочку, чик, и получается вот такая штука. И в тот момент, когда здесь образуется пожар, так вот поднимаете, тушите, и снова кладете. И у вас ничего не обгорит, и будет равномерно готовиться. Шашлык, конечно же, вкусно есть соусом. Смотрите, как приготовить мой фирменный шашлычный соус. У меня здесь баночка томата в собственном соку. Открываем ее, переливаем томаты в миску и в ней же нарезаем. Это очень вкусный соус. Он очень легкий, он прямо так идеально сочетается с этим шашлычком. Чесночок. Можно ножом нарезать, а можно чеснокодавилочкой, вот так вот. Следующий ингредиент, кинза. Рубим мелко ножом. Фишка моего соуса, что у меня много зелени. И именно кинзы. Обожаю кинзу. Опа. Несколько щепоток соли. Сахар, чтобы томаты были слаще и вкуснее. Ну и чтобы все это мощно играло. Лимон. О, ребята, поверьте, это бомба. Перемешиваем соус. То, что надо. Любименький ты мой. На чем шашлык правильно подают? На лаваше. Ну что, проверим? Давайте вот этот вот кусочек. Видите? Вон он, смотри, какой сочный, готовый. Супер. Снимать с мангала шампурики тут тоже особое умение. Не все разом куда-то и потащили. А сняли вот один. Вот этот вот кусочек. Мне нравится, готов. А этот, видите, еще, кажется, немножечко можно потомить. Сразу чесночок первое. А потом горячий свиной сок такой пошел. Вот это вот вкусное, настоящее, сочное мясо. Вот с этим соусом и вот аромат копчененького. Попробуйте сделать шашлык по моим правилам. Вы влюбитесь в это навсегда и в меня. Полные версии рецептов со всеми подробностями смотрите на YouTube-канале Просто Кухня. Смейтесь вместе со съемочной группой над тем, что никогда не покажут по телевизору. И, конечно, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Чтобы приготовить супернежный свиной шашлык с соусом от шефа, нужны свиная шея, репчатый лук, минеральная вода, томаты в собственном соку, кинза, петрушка, лимон, чеснок, сахар, паприка и лаваш. Порция блюда 96 рублей. Ну что, дорогие мои, налетайте на шашлычок, пожалуйста, приятного аппетита. Я уверен, что эти полчаса вы провели с пользой. Готовьте по моим рецептам и следите за проектом в наших социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok